Каэл, ну что мы сейчас сделаем у тебя в зале? Ты бездаром теряешь свое здоровье, похуевай электронку. Так, а мы все вместе здесь что делаем? У нас здесь как минимум четверо. Что за групповуха такая? А это вы увидите на буржеску онлайн, в закрытом разделе за большие деньги. Всем привет! Утренние ньюзости в понедельник на фриксах становятся традицией. Надеюсь, хорошей традицией. За минувшую неделю новостей в российском сегменте буржесообщества немного, но может оно и к лучшему. Зато есть вещи постоянные, что пока еще неизменно случается. Это то, что люди ходят на тренировки, где-то проходят дни борьбы, и кто-то наверняка в прошедшую неделю получил какую-нибудь мелкую травму на тренировке. Будь то пальчик, локоточек или коленочка. Ставь лайк, если тебя миновала эта участь. Ставь лайк здоровой конечностью. И продолжим. В этом выпуске черный пояс по бразильскому джиу-джитсу по воле Всевышнего. Увы, неожидаемый чемпионат Европы. Несколько спонтанный, но заманчивый турнир от ФСА. Михаил Панков отменяет креветку. А Филиппа Фена и профессор Гальвао крепко задружились против Гордона Райана. Об этом и не только. Вы знаете, некоторые люди не могут получить черного пояса без некого божественного вмешательства. И в данный момент я даже не про себя. Героем недели в иностранных боже-таблоидах стал многоженец Террион Скотт. История в принципе произошла практически год назад, но именно на этой неделе она получила широкую огласку благодаря работе проекта МакДоджо. Собственно, коротко в чем суть. Террион Скотт ровно год назад вознаградил своих студенток страйпами на коричневые пояса. И казалось бы, ничего необычного, кроме того, что сам Террион был также коричневым поясом, да еще с одним страйпом, в отличие от своих студентов. Как сказал сам инструктор, я их конструктор, я точно знаю их уровень, а себя я могу и не продвигать. И вообще, я должен был получить черный пояс еще три года назад, поэтому не обращайте внимания на эти формальности. Кстати, удивительная штука, обе его студентки официально являются его женами, но не в этом суть. Буквально через несколько дней инструктор Террион с коричневым поясом аттестует обеих своих жен на черные пояса. Через две недели после описываемых событий, его две студентки равно две жены вешают черный пояс своему инструктору. Но сам Террион считает, что это Господь Бог вручил ему этот пояс и благодарит Бога за то, что тот обошелся без посредников в линейке Господь Бог, какие-то там Грейси, еще-еще-еще и так далее. Зачем посредники, если можно получить все напрямую? Как заявляет сам Террион, я услышал глаз Божий, который признал меня черным поясом. Также утверждается, что Господь посоветовал Терриону создать уже свое собственное отцветление джиу-джитсу, которое называется семинарское джиу-джитсу. И вы знаете, мы даже не знаем, правда это или нет, и не можем осуждать Терриона, ибо неисповедимы пути Господь. Теперь же фрикс крутые. Смотрите их. Когда-то чемпионат Европы IBJJF Евро был самым привлекательным и самым, пожалуй, значимым турниром, до которого только могли дотянуться российские джиу-джитсеры. К нему готовились, его ожидали, его задолго планировали, покупали билеты, бронировали номера. Но, похоже, после чемпионата Европы 2020 года многое изменилось. Мы даже не в курсе, едет ли кто-то из россиян на IBJJF Евро 2023. Если такие есть, вот сейчас поднимите руки. Поднимите. Рук пока не видно, но, наверное, спят еще ребята. Ну и да бог с ними. Даже если никто из наших туда не поедет, мы все равно будем следить за спортивной составляющей этого турнира. Обязательно покажем вам самые значимые и лучшие схватки с этого чемпионата. Ну и, разумеется, абсолютно точно все финалы по черным поясам. Оставайтесь с нами, не переключайте и все такое. В эти выходные мы записали пилотный выпуск новой рубрики с Михаилом Панковым «Панков концерт». И да, это будет интересно. И да, в некоторых моментах революционно. Или скандально. Вот, например, Михаил Панков напрочь отменил креветку бразильским джу-джитсом. Как поставить ноги на пол, вы собираетесь восстанавливать гард? За счет чего? Я что, от него реально уползу вот так вот, когда он стоит на двух ногах? Еще более по-идиотски, более, если ему разрешить меня бить. Креветки не имеют никакого отношения к восстановлению гарда. А еще он раскрыл секрет самого лучшего гарда для полных парней. Михаил, расскажи нам, пожалуйста, какой гард лучший для полненьких, пухленьких, рыхленьких, жирненьких и жаробасненьких новичков ты рекомендуешь? Худей-свинья-гахт называется. Худей-свинья-гахт как бы. А это вы увидите на Боржескул онлайн. В закрытом разделе за большие деньги. Если говорить о ближайших проектах, то стоит упомянуть новый видеокурс, который я записываю для сайта BGJ School Online. Просьбы о том, чтобы я записал курс о принципах работы в закрытом гарде сверху, приходили ко мне и в администрацию BG School Online после нашего бархатного BGF кэмпа, где я так слегонца затронул эту тему. Мы попробуем с вами упасть от свипа, который мы делали, не так же хочет оппонент. Он хочет, чтобы я упал на спину. Я хочу изменить свой угол падения и упасть не на спину. Да? В общем, Анастасия Алексеевна настояла, и мы таки начали записывать этот видеокурс. Работа закипела, работа идет, впереди ожидается практически 2 часа мясистого материала с кучей важных деталей. И я не исключаю, что некоторые из этих деталей вы еще не замечали, не видели, не слышали, и уж тем более не пробовали. Ты представляешь, что это был тейк-тейм? О, мой Бог! Если вы еще не в курсе, то через секунду будете в курсе, что на 25 февраля запланирована очередная глобальная, грандиозная встреча между Филиппом Пеном и Гордоном Райаном. Наверное, решающая. И перед этой решающей битвой Филипп и Пеном здорово задружился с Андреем Гальвао. Ребята объединились в дружбе против Гордона Райана. Филипп и Пеном в данный момент тренируются у Андрея Гальвао, говорит, что все здорово, все классно, он готов к бою и готов к реальному трэш-току с Гордоном Райаном не в интернете, а в реальность. Я хочу трэш-току с Гордоном Райаном. БЖЖ и Грэплинг-арене. Давайте заглянем на Шаку. Собственно, что мы видим? Первый турнир Rock'n'Rolling 20, назначен на 22 января этого года. Пройдет он, как обводится, в ГИИ или НОУГИ. Всю информацию по этому турниру вы можете найти на сайте shakasport.com. Здесь же есть списки зарегистрированных спортсменов, а также тех, которые еще не зарегистрировались. И да, вы еще успеете зарегистрироваться, оплатить регистрацию и выступить на дарном турнире. Народ собирается вроде бы нормальное количество. Следующий турнир в нашем списке – неожиданный Winter Battle Art FSA. Денежные призы, правила HDCC. Как сообщают организаторы, идея турнира пришла спонтанно, и вот они решили моментально организовать. Времени для организации, конечно же, немного. Турнир назначен на 28-29 января. Но денежные призы и кредит доверия к организации FSA являются гарантами того, что турнир состоится и пройдет он на достойном уровне. К сожалению, участников пока немного, но, надеемся, это пока. Ну и еще один турнир, назначенный на 29 января – это турнир до сдачи, который также пройдет в разделах ГИИ и НОУГИ, по правилам с обмешаном, и на которые также можно и нужно зарегистрироваться на сайте shakasport.com. Вот, пожалуй, и все новости на сегодня. И слава богу, что в России ничего не произошло. Ну, чтобы не сглазить. Ну, я про российское БЖЖ. Дай бог и вам спокойствия, и тихого, уверенного, поэтапного движения к своим целям. В общем, на этом все. До новых встреч. И да, если вдруг в вашем городе, вокруг вас, в вашем регионе, в вашем клубе произошло некоторое событие, которое может стать новостью в нашем проекте, не стесняйтесь, пишите сообщения сообществу, мы обязательно рассмотрим, обязательно ознакомимся, и не исключено, что ваша новость впадет в наш обзор. Будь то новость, сплетни, скандал, интриги, расследования, ну, в общем, все это вот, что все любят. Хоть и некоторые отнекиваются. Пока.